здравствуйте уважаемые любители youtube а приветствую всех подписчиков своего канала и гостей сегодня у нас на обзоре австрийский котелок копия котелка bundesfer приобрел я его на украинском аукционе rebit info отдельное спасибо продавцу очень быстро все оформили быстро доставили быстро реагировал на все мои сообщения пожелания хорошо упакован товар быстро пришел ну никаких претензий всем рекомендую этот аукцион там можно приобрести неплохие вещи и довольно по хорошей сносной цене и так продавец сказал что это оригинальный котелок австрийских вооруженных сил точная копия бундесферовского котелка я хотел снять одно большое долгое видео по этому котелку но решил разбить его на две части первый такой blitz презентация а второе видео уже будет с моими мыслями о котелках вообще и так начнем с характеристик вот такой котелочек значит вес его вес его составляет он у нас не тяжелый вес составляет вот сейчас видно было точно 470 почти 474 грамма ну почти пол килограмма характеристиках заявлено 450 грамм значит котелок сделан из пищевого алюминия покрашен вот такой краской темный олив значит размеры его 16 на 16 и глубина 11 сантиметров включая вот эти выступы значит и вот эти выступы которые у нас на ручке то вот здесь получается с выступами 18 котелок состоит из трех частей значит основная часть вот такая типа ведерочка значит она емкостью полтора литра шириной 16 сантиметров в этом месте 85 миллиметров в этом месте 80 значит цельная конструкция вот такая ручка которая крепится в трех положениях значит на ручке есть такой паз для того чтобы крепить или паракорд или на палку подвесить или там где-то над костром или в руке просто не сети значит первое положение вверх поднимаете ручку она фиксируется вот в этих вот значит частях второе положение это походная когда вы в вещмешке носите и третье положение когда ручка вот так стоит вам надо где-то там снять котелок вот она вот так зафиксировалась на упор легла вы можете снять ее с костра из горячего какого-то места чтобы не обжигать руки значит на котелке есть три насечки все эти насечки обозначают емкости по пол-литра то есть пол-литра литр и вот здесь последняя насечка полтора литра значит дальше внутри у нас так называемая миска она не крашеная тоже состоит из пищевого алюминия из того же самого материала значит здесь буквы л и кстати кто знает что это за аббревиатура скажите потому что я не знаю ни года выпуска ничего мисочка становится вот так котелочек значит занимает половину емкости здесь у нас остается емкость значит 16 на 80 то есть если вы захотите дополнительно в котелок поставить кружку то надо кружку вам брать 80 на 80 тогда она под эту миску станет значит миска тоже емкостью пол-литра вот по этот ребро как раз набирается воды пол-литра значит вот этот паз предназначен для того чтобы вот крышечки есть такая ручка и вот за вот эту за вот этот паз можно ее снять с костра носить можно как-то так использовать так и третья часть у нас основная это крышка или так называемая сковородка она тоже крашеная вот на ней ручка ручка довольно тугая вот в одном положении и вот во втором положении она фиксируется плотно очень закрывает котелок и вот здесь у нас такая типа пуговка которая встает в отверстие крышки и закрывает котелочек плотно кроме того есть два вот таких отверстия на ручке для того чтобы в походном положении котелок можно было зафиксировать специальным кожаным ремешком шириной шириной 2 сантиметра ну вот где-то вот такого плана значит зафиксировали с пряжечкой обмотали и котелочек у вас будет компактен ничего пользоваться как контейнер ничего из него не выпадет значит здесь на крышке у нас тоже аббревиатура л.к. и здесь тоже у нас аббревиатура л.к. ну если австрийский котелок наверно буква обозначает австрия хотя если у кого есть какие-то другие теории прошло мне на комментариях написать потому что я честно говоря не знаю ну котелок пришел по качеству никаких претензий нет вот здесь небольшая там была вмятинка здесь царапинки но если он пришел из австрии то транспортные такие потертости в принципе применимы вроде вот такой блиц обзорчик маленькая презентация больше рассказывать наверное нечего значит если понравилось видео не забываем нажимать на пальчик вверх до новых встреч на моем канале ну и главное не забывайте что пустую посуду на огонь ставить не желательно